Друзья мои, всем привет! В одном из видео я рассказывал о недостатках канадской недвижимости и естественно мне прислали письма Сергея, вот они могли бы вы заодно рассказать и как бы о плюсах канадского жилья. Конечно мне не сложно это сделать, я с удовольствием это для вас сделаю и первое пожалуй с чего я хотел бы начать это то что на мой взгляд канадская недвижимость предлагает очень большой выбор. Понимаете вот мы когда в те времена по крайней мере когда я жил в стране как правило это были вот пятиэтажные хрущевки панельные какие-то там допустим да или это может быть был девятиэтажный кирпичный дом но в общем то выбор был не очень большой по тем временам когда я уезжал собственно по моему даже и танхаузов то не было были дома только вот в деревнях частные так далее. Поэтому когда я приехал в Канаду я конечно был удивлен тому многообразию то есть вот какому-то колоссальному выбору недвижимости в Канаде и мне кажется это очень здорово. Я например в Канаде только первый раз узнал о том что существует семи детачи дома то есть дом на две половинки где так сказать у каждого свой отдельный вход но при этом вы живете в доме как бы в своем собственном но у вас есть сосед. Первый раз так же в Канаде я тогда увидел танхаузы сейчас я знаю что и в России и в Украине и в Беларуси их полно строят тем не менее тогда когда я приехал в Канаду это было вот 17 лет тому назад ничего этого не было и мне было довольно интересно на это посмотреть поэтому когда вы приезжаете в страну у вас есть очень большой выбор вы можете пойти жить в квартиру вы можете поселиться жить в танхауз причем танхаузы у нас делятся на фри холл танхауз это там где нет никакого мейнтенанс фи вы знаете да что когда вы покупаете в Канаде квартиру вы должны платить мейнтенанс фи или иначе называется здесь иногда кондо фи да то есть это сумма которую платить ежемесячно за то что корпорации содержат ваш билдинг так вот танхауз он бывает у нас фри холл то есть где нет никакого мейнтенанс фи вы живете как в своем собственном доме только что у вас слева и справа соседи и есть кондо фи как правило за эти деньги то есть они убирают вам снег в городке они стригут вам траву вот примерно такой расклад вот это мне показалось очень интересным и даже если допустим взять а какое-то говорить о подразделении скажем о квартирах то даже квартиры здесь очень отличаются есть квартиры двухэтажные есть квартиры в старых билдингах они довольно в общем-то отличаются по планировке от современных квартир то есть я бы сказал что действительно очень и очень большой выбор недвижимости второй момент когда я приехал в Канаду мне показалось очень замечательной идеей что практически каждое жилье здесь обладает гаражом вы знаете я в свое время жил когда на пятом этаже в квартире в россии то мне приходилось искать по объявлением куда у меня тогда была так сказать такая знатная машина как жигули копейка и мы я помню ломали голову где нам ее парковать то есть где нам ее держать и какой-то дедушка сдавал гараж и я был неимоверно счастлив от того что у меня есть теперь возможности куда-то воткнуть эту машину здесь я бы сказал бы так что любое жилье которое вы покупаете всегда есть паркинг если вы покупаете дом отдельно стоящий то как правило внутри него всегда встроен гараж то же самое в отношении там хауза семи детач и если вы покупаете квартиру то как правило всегда есть одно парковочное место это парковочное место под билдингом под зданием то есть иногда есть в даунтауне торонто здание где площади вокруг земли очень мало поэтому они строят ее паркинг глубоко вниз это может быть и 2 и 3 и 4 этажа вниз вам надо ехать вот такими кольцами для того чтобы запарковаться поэтому сейчас когда я вижу например объявление скажем в интернете российские маклеры агенты по недвижимости пишут что вот современный билдинг продается с отдельным парковочным местом и это преподносится как в общем-то ну такой какой-то очень большой большой плюс что на самом деле так и есть конечно но в канаде этот плюс в общем-то является саморазумеющимся то есть любую недвижимость которую вы покупаете как правило вы покупаете с парковочным местом при этом если у вас в семье две машины то даже квартиру вы можете купить с двумя парковочными местами надо будет просто поискать такой вариант тем не менее в даунтауне торонто есть здание есть билдинги в которых вы можете купить квартиру без паркинга потому что если здание находится рядом с метро то большинство не большинство многие люди считают что может быть и машина даже не нужно вовсе сел метро и так сказать и поехал на работу в связи с этим мне хотелось бы как рассказать о том что что мне нравится в канаде многие ну достаточно большое количество зданий в центре города привязаны к веткам метро что имеется ввиду когда здание строится рядом со станции метро то они под землей под тоннелем делают прямую врезку в эту станцию метро то есть грубо говоря зимой если вы допустим едете на работу и многие здания имеется ввиду финансовые билдинги банки всевозможные корпорации которые находятся в даунтауне торонто они зачастую тоже имеют прямую врезку в метро то есть это означает что при температуре там скажем допустим в минус 20 градусов если на улице вы можете буквально одеть на себя там пиджак рубашку спуститься в нижний этаж вашего билдинга пройти через тоннель в метро и таким же макаром подняться через это через свой дополнительный тоннель в то здание в котором вы работаете вот на мой взгляд это очень удобная вещь конечно на самом деле это здорово что еще у нас всегда как-то раньше считалось что это в общем то что-то такое очень шикарное иметь в доме скажем свой собственный камин а то есть это вот казалось бы там как то это уже такой признак какой-то ну это в общем то у тебя уже достаточно такое продвинутое как бы шикарное жилье до лакшери как здесь говорят вы знаете здесь в канаде камин в общем то это достаточно обычная вещь единственное со временем произошла трансформация трансформация в плане того что сейчас все меньше и меньше строители делают в домах натуральные камины wood fireplaces так называемый то есть которые отапливаются дровами и это приятно конечно когда вы сидите зимой там с бокалом красного вина на улице минус 20 а вы соответственно сидите и слышите как вот потрескивает дрова и так далее тем не менее видимо исходя из требований пожарной безопасности на сегодняшний день практически меньше строители это делают в основном в каждом доме они делают или не в каждом доме во многих домах они делают газовые камины да это в общем то такая вещь больше на декоративные вы подходите к стенке стоит выключатель включаете у вас загорается это горелка и они там как бы подсвечены так как будто это горят дрова тем не менее надо сказать что греет они достаточно хорошо и я видел иногда что люди на первых этажах иногда могут подогревать первый этаж вот только за счет одного камина то есть никакой невидалью камин в канаде не является вот например я живу в танхаузе у нас в нашем танхаузе их 211 на первом этаже другой на втором этаже и в общем то опять же это не является знаком того что у нас какое-то совершенно там безумно шикарное жилье нет конечно совсем нет еще одна вещь которая привлекла мое внимание в канаде когда я приехал практически 99 и 9 десятых процентов жилья здесь кондиционированы у нас система отопления воздушные как вы вероятно знаете и вот эти вот воздуховоды они идут через все этажи и через решеточки в полу как правило идет подогретый воздух и вот эта система централизована она подключена к системе отопления летом в эту же систему подключен кондиционер то есть грубо говоря у вас на стене висит датчик температуры который вы можете регулировать у себя внутри дома внутри квартиры и в зависимости от сезона зависимости от температуры вы соответственно можете включать либо система отопления она будет подогревать автоматически поддерживать уровень тепла в доме Либо это будет кондиционер, который будет охлаждать дом Кстати, насчет системы отопления Вы знаете, я, например, когда учился в институте Был молодым парнем тогда В свое время нас летом в один из сезонов отправили на БАМ Были стройотряды, как вы помните И вот мы поехали работать на БАМ Мы, так сказать, вот эту железную дорожную магистраль Она постоянно от температуры как-то корожилась И нам приходилось каждый год ездить ее Как делать? Подравнивать ее, что ли, скажем так Так вот, я видел, что в Тюмени Под Тюмени мы там были, так сказать, где-то в тайге Я видел там стояли пятиэтажные панельные дома И что мне казалось тогда странным Это то, что вот эта вся система отопления То есть вот эта горячая вода и прочее Все это выходило, естественно, на улицу Только у нас, как правило, в квартирах и домах Эта теплотрасса уходит под землю И дальше она идет уже, соответственно, к котельной там или куда-то То есть здесь она шла снаружи Потому что внутри была под землей мерзлота Греть ее туда совершенно нереально Это вы будете, ну, вы будете топить просто мерзлоту Это совершенно нереальные вещи И вот эти вот здоровенные трубы Замотанные ватой, замотанные изоляцией Вот они, соответственно, поверх ушли И еще тогда я думал, думаю о том, что, в общем-то Ну, достаточно большие теплопотери То есть вот как бы вы не заматывали эту трубу Все равно в любом случае вам не избежать теплопотерь В этом смысле, как вы, вероятно, знаете В Канаде у нас у всех система отопления автономная То есть у вас стоит отопительный агрегат внутри вашего дома В том числе и в квартирах тоже самое Только там он не газовый, как правило, агрегат, а электрический Агрегат, 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 агрегат Агрегат